Эта встреча для регбистов Северного Кавказа – первый шаг к развитию старинного британского вида спорта в наших горных республиках. И хотя здесь традиционно чтят борьбу, именно Кавказ в числе перспективных регионов для воспитания чемпионов-регбистов. Мягкий климат, физические и духовно сильные люди – всё располагает к популяризации этой игры. Да и отношение к контактным видам спорта у кавказской молодёжи особое. Каждый мальчик должен и бороться, и так далее. На самом деле в регби тоже очень много элементов из борьбы, поэтому на самом деле я думаю, что здесь должно прижиться регби. И мы от себя, в свою очередь от Федерации регби России делаем очень много шагов и субсидий, и программы, и гранты, и развитие тренеров, и развитие менеджеров, чтобы на Северном Кавказе регби реально стал, не говорю, спорт номер один, но чтобы он занимал какое-то весомое значение здесь, на Северном Кавказе. Сегодня молодёжь всё больше интересуется регби, и именно на детей нацелена программа дальнейшего развития этого спорта в регионах. С этого года стартует набор 10-летних ребят, чтобы уже через 4 года вывести их на всероссийские соревнования. К слову, в Карачаево-Черкесии уже активно тренируется несколько школьных команд. Начинающие регбисты занимаются на базе 18-й школы, где совсем недавно появился современный факот. Он-то и может стать главной регбийной площадкой республики. В дальнейшем планируются там именно регбийные площадки, регбийного поля, где уже непосредственно профессионально могут заниматься и старшего возраста ребята. С февраля месяца мы пригласили сюда тренера. За это время уже около 60 человек у нас занимается. Это дети разного возраста, мальчики и девочки. Вопрос подготовки детских тренеров и судей для Карачаева-Черкесии, как и для большинства Кавказских республик, стоит сегодня остро. В рамках новой программы Федерация регби России будет консультировать и помогать спортсменам, вплоть до обучения, приобретения инвентаря и экипировки. А задача тренеров, которые ведут секции в спортшколах, уже развивать юные таланты. Своим опытом с коллегами готовы поделиться специалисты из Кабардино-Балкарии, где в регби играют уже полвека. Регби у нас также живет, дышит хорошо, дети тренируются, взрослая команда есть. У нас в регби появился смысл существовать не просто как спортсмен или для какого-то определенного возраста, а что действительно, что этим можно заниматься профессионально, кормить семью, зарабатывать средства, выглядеть на каком-то уровне замечательно. Ну а первый результат реализации новой программы тренера и их воспитанники продемонстрируют уже этой осенью на регби-фестивале в Кисловодске. Он покажет, в каком направлении надо работать, чтобы вывести общую стратегию развития регби в СКФО. А в завершении совещания Федерации регби Северокавказских республик подписали соглашение с Академией регби-юг, которое предусматривает возможность прохождения сборов на базах в Сочи и Кисловодске.